дагестан это чеченская республика господи или я что-то потеряла где-то это наверно мы потерялись всем миром насколько мне известно республика дагестан это отдельный субъект российской федерации так же как и чеченская республика этого не может быть я знаю я это наверняка знаю дагестана дагестана и вы считаете что вы чеченка я считаю себя гражданом российской федерации я сказал что дагестан это российская федерация чечня это российская федерация так это точно вы сейчас находитесь в республике течня или в республике дагестана сейчас я нахожусь по работе а в питере вы говорите народ который есть как это было как вы говорили что дагестан это независимо от чего вы не зависит у вас в вашей республике действует бухонной российской федерации плюс вы есть как сказать субъектом российской федерации это будет по кругу ребята давайте пойдем дальше так нельзя так нельзя знаете у нас получается два бога а кто в кого входит и рамзан кандыр входит в путина как матрешка или путин в рамзана кадырова пишите пожалуйста комментариях так александр добрый добрый ну вот теперь вот наконец-таки достучался а теперь вы хотите объяснить почему так действует россия да вы россиянин да а теперь вот спрошу вот как раз таки всех кто из этого списка а почему так действует украина александр вы представьте просто вы вас зовут александр и откуда вы я вот я вот допустим жителем как говорится россии нам ставропольский край город пятигорск пятигорск спасибо а сколько вам лет и кем вы работаете работаю инженером по системам безопасности образование высшее среднее среднее вы примерно зарабатывать в месяц больше пятидесяти меньше пятидесяти меньше 100 а последний а 7 лет назад вы сколько зарабатывали 7 лет назад я вам скажу 2006 я зарабатывал 80 тысяч в месяц и с тех пор 80 тысяч стабильно 80 тысяч да вот последние 20 лет нет нет сейчас сейчас ценники поменялись все поменялось абсолютно все по-другому стало зарабатывать гораздо больше а сгар а слова гораздо больше выливается в египет сейчас зашла вот женщина из литвы сказал что вас хохлов в египте нет только одни россияне удвои были в египте россияне из ставропольского края почему вы вы же не военный вы сказали что у вас вы военные я сказал крымский мост и что он устроил так может быть узбеки тоже строит а вас не не вынимает что вас вздручит за интервью со мной хорошо а где отдыхают невыездные люди из россии где вы отдыхаете наберите 8 мест которых вы отдыхали чтобы мы как бы завидовали нет где вы отдыхали лично вот ваша семья ваша мама ваши дети у нее есть лекарства а чем она болеет есть личный врач я знаю чем она болеет это тоже это тоже тайна хорошо александр я этот вопрос задаю довольно часто вы не первого не последний интересно что вы выберете если вы например и стоите своей мамы и с личным врачом у вас до развилка дорог улица там не знаю там гретхен это немецкая больница ну прям перед вами 2 2 трамвайные сноски а улица чапаева направо вот ваша ставропольская вы куда маму свою любимую поведете а гретхен улице вы в германской лечились и вам не поставили а вот я удивляюсь почему кобзун не поехал в старопольский край лечиться от рака вот все вот дети чиновника почему-то ну все да потому что отлично осознавал то что он киво уже не но я кобзун сказал все дети не не лечатся в старопольском крае все дети чиновника едут в стране в испании в израиль хорошо на россии не лечатся на россии врачи все заграничные лекарства все заграничные хирург хирурги александр александр вы сейчас будете чуть-чуть не говорите я вас выкидываю вы не стоите моего времени вы понимаете что все дети чиновника лечатся за границу нет я согласна что вы выбираете савропольский край ну вы даже не смотерился ни один раз александр александр вы начинаете там орать на меня как будто я вы возбуждаетесь при моем виде у вас появляется наконец-то потенция которая ждет от вас жена пожалуйста успокойтесь послушайте вы сказали правду я знаю чтобы сказать правду но вы также знаете что я сказала правду вы эти вы сказали у нас две правды одна для вас для ваших матерей которые никогда не будут учиться в германских больницах никогда и в то же самое время понимаете что все дети ваших военно-начальников которые тоже может не выездные но их мамы в сапожде тоже не ведь понимаете у нас две правды у нас есть один уровень жизни для вас для невыездных для россиян а другие для богатых для мэра города для путинских родственников и души думаете рост родственники путина лечится или даже рожают на россии александр вы как бы не приступите не орите на пожалуйста меня скрыть что да мы лечимся дома а наши чиновники лечится за границей вот и все для правды потому что вы возбудились потому что вы возбудились я вас охладил вы меня начали перебивать знаете вот моя бровь приподнялась вы должны испугаться хорошо вы согласны что вы согласны что родственники ваших чиновников уличиться за границей вот не я кобзон сказал но это просто родственники а родственники ваших местных ваших там одноклассников долгую делиться дома но при этом просто у вас выбора нет у них есть у вас хорошо вы поддерживаете политику владимира васильевича путина дали нет владимир васильевич вот вообще не знаю такого человека я думаю я думаю вы никакого я думаю потому что его политической агитации вообще не слышал никакой я